Привет, друзья! Добро пожаловать на канал Культура и Вино! Меня зовут Лисан Садыкова. Тему, которую я вам хочу рассказывать, как правило, я тщательно продумываю. Почему? Ну, потому что в первую очередь у моих видео всегда есть другие цели, помимо развлекательной. А именно это дать пищу для души и для размышлений. Ведь когда у нас есть новые мысли, то тогда у нас открываются и новые возможности, правда? Ну что, а теперь вперед на мою экскурсию по бордовским виноградникам! Сегодня речь пойдет о не совсем обычном шатое, о новой звезде бордовского виноделия, о шатое Le Grand-Usteau. Находится в шатое Le Grand-Usteau, не очень далеко от бордов, всего 40 минут езды на юго-восток, да, или запад, на юго-восток, всегда путаю, в сторону Лангона. Тут растут на очень холмистой местности прекрасные виноградники. Ты едешь и думаешь, боже, я куда попала, это вообще Тоскана? Почвы гравийные с глиняным субстратом, они присущи этой местности. Ну и, конечно, сочетание вот этого рельефа, склонов и такой почвы, это формула идеального терруара, где, как правило, при правильной работе винодела рождается вина с очень большим потенциалом. И вот в этом месте, барабанная дробь, мы дошли до самой сути. Кто же тут все делает с утра до вечера? И очень приятно осознавать, что это русский винодел, которого зовут Роман Ломакин. Он очень известен в Бордо и далеко за его пределами по его винногострономическим турам, которые он проводил, мне кажется, более 10 лет. Он сам приехал в 2002 году, получил образование в сельскохозяйственном направлении и приехал в Бордо. А тут уже зерно, как говорится, упало в очень благодатную почву, и у него стали появляться идеи о собственном шатое. И вот на данный момент Роман управляющий, собственно, винодельней шатое Легран-Усту. Итак, что же это за шатое такое? Во-первых, начнем с названия. Этимология Легран-Усту с Гасконского имеет перевод как Большой Дом. Вот именно здесь, еще в 16 веке, охотился, отдыхал в своем охотничьем домике, доме Гран-Усту, герцог Эпернон, который был и губернатором Гиенни. Кстати, эти места, они нравились также и представителям богемы. И в этом мы можем убедиться, когда рядом с шато увидим, что прямо вот из-за деревьев видняется крыша шато, где жил и творил художник Тулуз Лотрек. А если проехать еще пять минут, то есть шато Малагах, который принадлежал некогда Франсуа Морьяку. Как мы знаем, это один из великих, величайших писателей Франции, который родился в Бордо. Вообще, в Бордо есть три М, МММ, это Монтескью, Монтейн и Морьяк. Все они жили и работали в Бордо. А теперь несколько слов о винодельне. Растут классические бордовские сорта, как вы знаете, это Каберне Савиньон, Мерло, для белых сортов винограда Савиньон Блан, Мюскадель и Коломбар. Вино выдерживается по классике, в терморегуляционных нержавеющих чанах и затем в бочках. Но, кроме того, Роман сделал еще и абсолютно новый ход, такой ноу-хау. Это, причем он делает первый в Бордо, больше такого никто не делает. Это выдержка вина в амфорах из голубой глины, которые были сделаны им специально на заказ. Причем эти амфоры дали очень необычный эффект, такой интересный, от соприкосновения с вином, подобно иконам. Амфоры стали мироточить, и выглядит это, конечно, очень впечатляюще, эти тонкие капли вина, которые просачиваются и стекают по стенкам вниз. Пляж Каберне Савиньона Мерло, специальный, и мы опыт проводим. Видишь, у нас 4 амфоры и 4 бочки. Да, не 400 литров, а у бочки 400 литров, а у бочки 400 литров. Бочки после одного вина. То есть нам все метонины не нужны, мы взяли специальную бочку, но 400 литров. И будем сравнивать, что получается в амфорах, что получается в бочке. Чем они отличаются от выдержки в бочке, чтобы понять эту разницу. А когда разницу поймем, то уже будем понимать, какие нам на следующий год заказать, из этих четырех, какую амфору заказывать. То есть вот этот, ну вот сейчас как раз такой идет. Зачем? Опыт такой, крупный. Линейки Chateau Grand Roustou это красное, белое и розе. Я присутствовала на дегустации, была приятно удивлена вообще высоким качеством и вот этой вот комплексностью. По винификации романа консультирует известный бордовский кинолог Марк Дворкин. И поэтому вин четко прослеживает такой свой особенный стиль, почерк. Но в первую очередь, конечно, это вот яркий вкус и комплексность этого вина. И вот это вот яркий вкус и комплексность этого вина. Я сразу почувствовала, как в Chateau Grand Roustou во всем видна любовь к виноделию, что все делается здесь с умом, с душой и очень много труда вложено в каждую деталь. Я всем вам желаю также любить свое дело и иметь такую же целеустремленность и трудолюбие, как у Романа. Конечно, на него стоит равняться. А если это видео вам понравилось, расскажите о нем своим друзьям. Поставьте лайк и подпишитесь, чтобы попасть на мои новые экскурсии по Бордоу. Мне это будет очень приятно. С вами была Александра Садыкова и канал Культура Вино. А с вами я прощаюсь до следующей встречи. Желаю удачи и всего самого лучшего. Пока, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok